Здравствуйте! Всё проезжало мимо, всё хотело остановиться и наконец сегодня получилось. Хочу показать вам, как выглядят кладбища в Америке. Ну, одно из кладбищ, во всяком случае, то, что не так далеко от нашего дома. Называется оно Pleasant Forest Cemetery. Ну, то есть, приятный лес. Основали это кладбище две семьи. Точную дату сейчас не скажу, может быть, в комментариях напишу более подробно. 1700 какой-то год. Здесь тогда были ещё поля луга, и сам Ноксвильон не был, конечно, такой большой, как сейчас разросся. И здесь была где-то старая церковь. Ну, вот эти две семьи по очереди как бы службу несли и делили по времени. Потом они уже как бы расстались. Ну, это одни из основателей, которые, в общем-то, тут всё это дело и заложили. Видите, здесь нет надгробий. Здесь в основном вот такого вида стоят у изголовья небольшие какие-то маленькие обелиски. Как сказать правильнее? Гранитные вот такие. просто надгробия. И настолько некоторые старые, что просто, вон, посмотрите. Вообще, время стёрло до такой степени, что даже толком, в общем-то, и не видно. 1803 год. Был год рождения. Человек какой-то. Тут время, конечно, всё уже дождями, ветрами, вымыло, стёрло. Ну, пройду поближе немножечко к другим. Похоже, у нас собирается дождь. Цветы живые в Америке не несут. Если приходят вспомнить своих родственников, то это обычно идут искусственные цветочки. 1855 год рождения, 1917. Видите, какие старые. Ну, видимо, это из-за... Я не знаю. Может быть, чтобы не гнило бактерии или что. Ну, в общем, как-то я не замечала, чтобы на американские кладбища несли цветы. И вот, видите, просто идёт полянка. Видимо, в голову положено вот этот самый маленький памятник небольшой. И получается временами странное ощущение, что как-то надо ходить между, что, получается, как бы ходишь поверх могил. 1871-1936. Сван. Здесь, конечно, захоронены, вон, как здесь видите, война, когда была. И здесь много похоронено военных. 1832 год, умер 1873. Сами видите, какие даты. Некоторые памятники вообще нельзя полностью понять, кто здесь и что тут. начинается ветер, будет немножко помехи, наверное, со звуком. 1800 год, 1884. видела я кубинские помимо эти кладбища, когда жила на Кубе. Там просто потрясающе красиво стоит такой, как гроб мраморный, все белого цвета везде обычно у них. и вниз, в глубину можно несколько гробов один на другой поставить, такое, как семейное. Очень много статуй белых, вообще выглядит потрясающе. То есть, эти все сами сверху гробы, как каменные такие, саркофаг сверху он положенный, ну, где-то даже до пояса доходит, вот где-то так. А здесь вот вот такая система. получается просто полянка и в голове обозначено что-то. Вот тут уже стерлась, окончательная стерлась. Кладбище небольшое, разросся город, тут, получается, вокруг него идет обездная дорога. Вон в ту сторону уже можно вперед немножко проехать и речки идут, люди ловят рыбу, катаются на катерах, есть место для купания для детей, ветераны войны. Нижний флаг, это же флаг Деноси, который делится на три части, поэтому так обозначено тремя звездочками. 1759 год, 1819. Да. Погода под стать месту. пасмурно. Раньше, конечно, людей хоронили за городом, но поскольку город разрастается, то видите, получается, там идет объездная дорога. Птички поют. Птички поют. Птички очень старое что-то. Очень старый памятник. Здесь еще продолжают хоронить, потому что с той стороны кладбища там более свежие могилы. я зашла в самое начало, где старая часть. Все вот в основном идет 1700 год, 1800. Вот здесь уже более новые захоронения. в той стороне даже есть еще место, где можно похоронить. Ну, как получается, в общем-то, кладбище действующее. Вот эта часть уже более, так сказать, новая, в перемешку. Ну, вот видите, приносят вот такие цветы. Кто-то, видимо, здесь что-то вспоминал, приходил. И вот, пожалуйста, они не портятся. Ну, только что со временем начинают выгорать на солнце. Вот такая система идет. В Литве, я родом из Литвы, кладбища совсем другие. Ну, и в Латвии по-другому. Есть оградки, ну, как, собственно, и в России. В Литве всегда рядом костел. Красиво там написано линия памяти 21 год. На. Вот видите, здесь в основном все идет искусственные цветочки. Семейное место. Ну, вот, хотела показать. Наконец остановилась. Временами не могу отделаться от ощущения, что по могилам хожу, хотя, ну, не знаю. Вот здесь совсем старые тоже. 1801 год, 1882 человек ушел. Робот Рассел. 1866 1882 здесь не знаю, масонский знак, что ли? Тоже кричусь, верчусь в разные стороны. Муж похоронен с женой. Сами видите, 1865 летой. Ну, похоже, здесь вот выездная дорога идет. Видимо, вот это место еще, может быть, будут, если надо, будет хоронить людей. Ну, и в основном, в общем-то, они все вот так и выглядят. Просто полянка и небольшое надгробие в изголовье. Сегодня так парит, просто как в бане. Это что-то старое очень тоже. 1880 год. Человек 79 лет прожил обелиск. Иду ближе к машине, уже к выходу. Такой роскошный клен здесь. В общем-то, скамеечек я не наблюдаю. Вон, там одна есть. Стоит каменная. А так, собственно говоря, просто полянка. полянка, полянка, полянка. Ну, очень старые. Все 1800 год. Сколько прошло времени, что ветер, дождь, снежок сделал свою работу. Человека давно нет, а камни все стоят. везде по-разному хоронят, везде свои традиции. Вот так есть. Тут что-то очень старое совсем. сложно разобрать надписи. Ну вот, назвали приятный лес. Кругом леса, поля, луга были. Аманда Лав. Жена умерла в Тексас в 1891 году. Ну вот, буду заканчивать. Прогулялись со мной по кладбищу. Сейчас еду что-то интересное такое сделано. Это типа венка. Типа веночка. Были цветы какие-то. Ну, надписи совсем уже не видно. Все исчезло. Что-то вам было треснутое. Люди починили, положили обратно. 1815 год. 1925 год. Тут и дети. Целое семейство. Ну, вот. Наконец смогла заснять, остановились. Все мимо, проезжаем, все некогда. Шумят машины все время кругом. Кладбище совсем небольшое. Там, если проехать, еще чуть-чуть вперед, немножко там еще полянка есть, но там более свежие могилы. Поэтому здесь я больше с этой стороны совсем практически даже непонятно. как надписи все ушли. Совсем старые. Чья-то мама похоронена. Что-то написано. Мама сверху видно, больше ничего. в 1850-м родился человек, в 1895-м ушел. спасибо за просмотр. Прогулялись со мной вместе. Кому-то может быть будет интересно посмотреть как выглядит кладбище в Америке, но говорю, что это старое кладбище. как-нибудь как-нибудь если где-то в другое место буду приезжать, может быть смогу остановиться, покажу более современное что-то. спасибо за просмотр. Всем всего хорошего, крепкого здоровья и долгих лет жизни. Что еще сказать в таком месте. пока. Пока.